Моя крепость Велая любовь и надежда Привет, друзья! Это снова я, Сергей Банюк. А вы, скорее всего, хотите быть сильным, здоровым, красивым. Ну, примерно, как наш гость Константин Кожевников. Культурист из Воронежа, но мы с ним встретились на Букете. Здесь, в зале прекрасном, на Найхарне. И сегодня Костя поделится секретами развития великолепной, мощной голени. Голень – очень упрямая мышца, и очень многие парни, те, кто занимается единоборствами, те, кто занимается силовыми видами спорта, тратят массу сил, массу внимания уделяют этой мышце, а она не растет. Что нужно делать? Сегодня нам скажет Константин, ну что, Константин, поехали. С чего начнем? С того, что я, наверное, рассказывал немножко об этой мышце, многие спортсмены, атлеты, могу, глядя, внимание к этой мышце. По остальшему принципу. В связи с тем, что, ну, она мне не так важна, но это очень важная мышца, потому что она, прежде всего, мы ходим, бегаем, прыгаем, она основные удары, нагрузку от коленного сустава и коленостопного сустава берет на себя. Соответственно, если мы хотим, чтобы у нас были здоровые колени, то мы качаем поле. То есть это даже с точки зрения сохранения здоровья колени? С точки зрения сохранения здоровья, это значит, да. С точки зрения эстетического, даже визуального, визуального, если мы видим, как он культурист, бандипилдер, безбольный, это означает, что у него просто диспропорция ног. Друзья, ну и возьмем на себе смело сказать, что хорошего бойца определяет все-таки боли, независимо от того, порез свой или ударный, любое движение восхищается с ног. То есть хорошая боли, это прекрасные броски, прекрасные входы, прекрасные удары. Ну что, Костя, рассказывай, что ты делаешь? Ну, так как эта мышца является у нас, постоянно она задействована, когда мы ходим, бегаем, прыгаем, соответственно, она уже привыкла к нагрузкам. Соответственно, чтобы эту мышцу нагрузить, эту мышцу развить и увеличить, нам необходимо применять интенсивный тренинг, высокое интенсивное тренинг, пальпинг, сетовое повторение на эту мышцу. Плюс, я разговариваю любые другие мышцы, но мы, например, приведли к тому, что мы начинаем с базовых упражнений. Здесь немножко работает иначе. Мы начинаем не с базовых упражнений, а с разогревающих, предварительно, и потом переходим на баз. В хорошем процессе... Я начинаю обычно с поднимания на носки силы. Покажи нам, пожалуйста, как ты делаешь эту мышцу. Сколько мы делаем подходов и сколько... Отказы, отказы, да. Сколько подходов ты делаешь? Максимально я делаю, в этом упражнении, 4 подхода. 4 подхода, и все отказы, до жжения, пока мы... Все отказы, до жжения. Самое главное, нам добиться сжения. Если мы добиваемся сжения, соответственно, будет расти, будет равна. Минимальное количество повторений какое-то. Минимальное количество, ну, 15-20 градусов. Меньше 15 смысл нет, иначе она не побьется. То есть даже если мы повесим очень большой вес, и нога выключится до чержей. Наоборот, она не будет работать с большими лицами, она не будет расти. Ну, например, большими лицами мы увеличим силу, но объем мы не увеличим. Ну что, поехали, показывай, как правильно делать. При выполнении этого упражнения мы максимально опускаем вниз, растягиваем боли. И поднимаем мы рывком. Раз, на две, а на две секундочки задерживаем здесь. Вниз. Раз, вниз. Раз. То есть на сокращении держим одну-две секунды максимально, чтобы поднимать ее кружку. Да. И таких подходов мы делаем четыре. Ну, предположим, мы сделали до отказа. Данная стоп. Мы не поднимаем в стоечку. А что вы делаете? Опускаем до низа. И растягиваем. Просто ее тянем. А я никогда этого не делаю. Да, просто мы сидим, просто тянем, чтобы дать ей. Для роста. То есть это окончательно? Даже еще и другую кружку до чужая. Да, вот она у тебя живет на заполняющем упражнение. А сейчас у тебя еще сильнее живет. Очень интересное замечание. Выберёшь себе на вооружение. Никогда ему, а что ж ты скрывал? Я столько времени в одном занятое. Она не спрашивает. Конечно, не спрашивает. Что мы делаем в следующем упражнении? В следующем упражнении мы делаем базовое упражнение, я считаю, для этой мышцы. Это поднятие на носки стоя. Но я с вами сооружил. Обязательно ставим подставочку на носочки, чтобы у нас указка. Да, стучены и ниже растягиваются при пуске на носочки. Что мы можем использовать? Это пленые, носка, шоку, вода или какой возможности? Пленые, носка, шоку. То есть иначе эффективность, если она надрывает? Совершенно верно. Дальше. Что касается поднятия на носки стоя. При выполнении данного упражнения, например, за штампом, очень, будьте внимательны при выборе адекватного веса. А что такое? Адекватный вес? Это тот вес, который вы можете поднять, не травмируя себя. Сколько раз? Опять же, как вы говорите, что на то линии? Здесь я делаю с этого. Здесь я делаю с этого. То есть я делаю себе поднятие на носки. Носки в разные стороны. При этом накачаем, не переключайте. Потом, в ту же дне, я носки сдвигаю, качел на руку, и ровно. И так у нас получается 21. 21. 21. В карте любишь его, когда я делаю? Нет. Я делаю прекрасно с этим позаниматься. Ну давай, покажи, как это делается правильно на нашей парке. А мы посмотрим. То есть приблизительно на 21 должен наступить подказ, да? Да. Если мы выбрали оптимальный вес, и для этого зависит подказ. Ты фиксируешь штамп, потом меняешь ноги, чтобы получить правую, правильно? Ну, можно и так. Но если в данном случае вес не тяжелый для меня, я на фиксации. Без фиксации лучше? Лучше, конечно, фиксировать. Лучше фиксировать, если опыт мал и вес большой, это очень длинный. Лучше мы подстрахуемся, чем мы к себе поднимем спину и вообще-то пройдем всякие тренировки. Он у меня уже горит. Уже горит? Не горит. Так. Прекрасно. И в конце упражнения также тянемся. И только потом ставим? Только потом ставим. Прекрасно. Хорошо. Сколько у нас получается? Скажи, сколько у нас получается? 21 повторений, 7 морских рульс, 7 закосодателей, 7 идеальных рульс, 21 подходов. Сколько на финале подходов? Сделано так же, 4,5 подходов. 4,5 подходов. Это уже база, например, ноги, тут дополнительные шкалинки. Но если вы только начинаете и боитесь травмировать спину, есть во многих спокзалах, сошли в этом спокзале нету, тренажерки от крысика. Так же мы на него остановимся, держимся, спирт мы планируем на танцах, оно выключается, в этом случае поездить. Тольщик невозможно, но можно выгрузить больше. Скажи, пожалуйста, я попробую, конечно, у меня постоянно боится, а ремешок есть смысл использовать? Ну, если мы делаем капли, если мы, в общем, там именно нужно. А еще есть специальный тренажер, называется поднятие на носки, на корпус. То есть мы так, чтобы не облокачиваться, спинка у нас ложится на доску, и она их плитно встречается. Ну, а он достаточно резкий, поэтому мы показываем, что они висит вам часто, да? Ну, а это уже не висит. Итак, с чем мы заканчиваем комплекс? И заканчиваем мы, например, вот жим, носками лежим. Моя крепость, тело под моей одеждой Моя крепость, вера, любовь и надежда Моя крепость обрушится, если трясет фундамент Моя крепость, тело под моей одеждой Моя крепость, вера, любовь и надежда Ну, этот тренажер тоже есть в каждом зале. Как с ним работаем? Давай. Мы с ним работаем следующим образом, я работаю с ним также на суперсетах, также развожу носочки в разную сторону. То есть наружу, заказалом или параллельно? Ну можно делать не просто ровно. И давай по полутору покажу ножку, обратите внимание здесь. Здесь обратите внимание, ни в коем случае не отгибайте, ну вот когда мы жмем просто ногами, мы отгибаем, не отгибайте. Здесь нам этого необходимости нет, потому что когда мы работаем до отказа, если вы отказали, у тебя может, так как у тебя носки здесь, у тебя рухнут в колене. То есть опасно, мы не трогаем, не входим. И вот в таком же темпе мы максимально тянем. Тех же четыре подхода, тех же двадцать один подход. Да. И в конце опять мы делаем растяжение, правильно? Да, в конце каждого упражнения мы делаем растяжение. Костя, скажи пожалуйста, ты выделяешь тренировку более не поддельными тренировками, Сколько вот занимает по времени вот эта история у тебя? Ну вот, примерно эта история может занять у нас минуты двадцать. Минуты двадцать, то есть мы вполне можем добить и завершить тренировку, допустим, там после рук. Да, после рук-то вряд ли, потому что ты уже едешь и дышишь. Ну, в том случае, если у кого-то отстающие боли... Сколько раз неделю перекатить будешь, у тебя есть вот такое внимание? Вставай рядом со мной. Случа, если у человека отстающиеся боли, то я советую тренировать его три раза в неделю. Минуты? Да. Причем, чтобы был, так как для боли не нужен интенсивный тренинг, я рекомендую начинать тренировку больных в самом начале. А, то есть все, не по факту, в конце вот. Не в конце, в самом начале, во-первых, вы окировываться, сделайте притомительный разогрев перед другими упражнениями, и, в общем-то, так как у вас другие, например, мышцы какие-то преобладают, вы можете их меньше натушить сегодня, но больше акцент сделать там. Друзья, прекрасная передача, я не знаю, как вы, я подчеркнул два момента, никогда не делал растяжение, хотя, в принципе, не жалуюсь на боли, у него где-то вроде 40-60 сантиметров, но можно и делать, я хочу 50. Вот не делал растяжение, и никогда мне в голову не приходило включить боль, он впереди тренинг, я всегда заканчивал, как правило, заканчиваю ей тренировку, обязательно попробую в ближайшее время, хочу от вашего имени поблагодарить Константина, он сейчас готовится к чемпионату России, давайте все вместе пожелаем ему удачно выступить, а вы смотрели программу «Мое тело, моя крепость», если вы хотите быть сильным, красивым, самое главное, здоровым и атлетичным, подписывайтесь на мой канал YouTube и смотрите мои передачи. С вами был Константин Кожевников, Сергей Вадимов, берегитесь. Моя крепость Артем Нищенко-студио, если вы посетили Пхукет и мечтаете оставить настоящую память об этом посещении, обращайтесь к Артему, его координаты вы увидите прямо сейчас, он не подведет, Бадюк гарантирует. Субтитры сделал DimaTorzok